друзья приветствую юрий из москвы прислал такую посылку с образцами нескольких масел сейчас я вскрою покажу вам значит сегодня будет сравнение двух масел мобил один есп топовое масло и джи энерджи от газпром нефти супер старт оба ц 3 масла так вот значит образцы свежих образцы отработок всего четыре комплекта сейчас покажу вам описание так вот сверху видите значит мобил один правее один и тот же автомобиль джи энерджи значит и дополнительно значит масло кендалл и петро канада но это уже в других видео я покажу вам так значит первым делом я проверю мобил один эталон у меня уже есть но с мобилом постоянно какие-то проблемы ну не то что проблемы они меняют рецептуру меняют видимо состав что-то добавляет какие-то новые компоненты одно и заменяет другим и данные поэтому чистенько скачет сейчас я заложу образцы свежего и сравню с эталоном у меня даже здесь в базе прибора два эталона а бы один и подписанной старая версия так вот измерил посмотрите 125 противоизносных гликоля 2 десятых нитрова не обратить внимание 7 значит 208 кислотная и 99 щелочное ну явно не то для c3 значит поэтому я вот сейчас выбрал эталон старой версии так называемый давайте сверим сравню с ней так сейчас прибор закончить измерение ну и ну и видите да здесь уже сто тринадцать процентов полпроцента по гликоле блин опять но вот нитрова не 3 9 а там 7 было явно что-то какой-то компонент кислотное такое же он отличается на одну сотую а вот щелочное там 9 и 9 было здесь 8 и 7 тоже ведь отличие то есть что-то такое я не стал заморачиваться я просто обновил спектр вот на этом на этой болванке этим маслом но это точно мобил один сделал обновил вот эту старая версия будет такая подвижная то есть я обновляю спектр и значит буду дальнейшем чтобы проверять значит это ducato fiat коммерческих но вот сами видите так 74 процента по противоизносным присадкам нитрова не 8 и 6 значит 033 сажа нормально для 8000 пробега 304 на единицу практически вы выросла кислотная и 6 и 8 щелочное отличный результат смотрите воды даже меньше чем свежим то есть у масла еще большой запас я бы сказал ну и в общем не гликоли ничего здесь нет все 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 в норме то есть но я обновил спектр этим маслом так наверно наиболее правильно будет чтобы не гадать там какое изменение значит отлично отработала 5 и 5 объем масляный значит что-то мне не прыгает 10 литров на 100 километров 20 средняя скорость 8100 на масле ну сами могли прочитать я не успел просто сейчас покажу вам сравнение вязкости этого мобила как он себя по вязкости показал в общем то это дизель здесь уже более менее актуально полимерный загуститель так смотрите минимальное разжижение за 8000 отлично работает мотор вообще никаких претензий нету и топливная помощи в полном порядке ну и масло топовое скажем так очень крепкая то есть отлично отличный результат на мой взгляд далее значит g energy супер старт это тоже c3 тоже 2952 значит спи допуск свежий видно вот спектрограмма видно стр здесь примерно три процента такой но приличный уровень стр of причем не поле а какие-то обычные так они на другой волне чуть-чуть так далее выбираю посмотрим сейчас что намерил прибор противоизносных присадок 72 процентов здесь поменьше цинка цинка фосфора за счет и я думаю что и стр of они заменяют его так легко сейчас подкорректирую значит далее сажу и посмотрите ну такой уровень и стр of однозначно влияет на щелочное на кислотное значит кислотным он занижает щелочь наоборот кислотного он завышает а щелочной занижает я выставил по данным производителя ну и здесь кислотное тоже подкорректирую чуть пониже значит 18 потом что-то задумался потому что 175 стоит опять вернулся к 18 но разница небольшая там 55 сотых она на результат не сильно влияет ну так уже для перестраховки лучше как говорится перебдеть чем недобдеть ну и все эталон создан и можно проверять автомобиль тот же это следующее масло в него залито значит 5500 пробег на этом масле 239 моточасов здесь чуть повыше средняя скорость 23 километра в час значит расход такой же ну и давайте посмотрим так по противоизносным присадкам 112 процентов здесь даже больше накинула здесь уже а да 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 все нормально здесь я сейчас покажу почему здесь больше противоизносных сажи 024 ну также примерно нитрование 7 и 5 тоже в порядке 277 кислотная вот и 6 и 1 щелочной тоже есть запас но не такой большой как у мобила вот и по воде тоже меньше интересно значит ну ты-то видимо конструкция мотора настройка ну такая очень щадящая но коммерческая техника видимо из-за этого не знаю сейчас покажу вам сравнение вязкости данного масла так свежая отработка и в конце естественно приведу вам сравнение двух прогнозов так а здесь уже смотрите здесь уже приличное разжижение более 50 процентов я с юрием списывался юрий писал что у него здесь были проблемы со сцеплением она буксовала возможно из-за этого и вот отсюда же и уровень противоизносных повышенных то есть в масле есть топливо да не забывайте отметить видео подписаться на канал кто еще не успел это сделать торопитесь нажимайте колокольчик так вы не пропустите новые видео а сейчас сравнение двух прогнозов посмотрите значит масло топовая от мобила по прогнозу способна выдержать я здесь ошибся выделил красным не тот прогноз значит 930 моточасов мобил способен отработать в данном автомобиле шикарный результат так случайно с прошлого масла выделил метрование а у g energy значит 600 практически моточасов то есть разница 300 моточасов 50 процентов но здесь видите разбавление топливом видите по вязкости 520 моточасов то есть видимо здесь конкретно какая-то проблема была с не знаю с чем но топлива больше топлива попадала выше средняя скорость буксующие сцепление выше обороты возможно вот это повлияло что больше скорость больше продувала через кольца начну под давлением турбина больше дула и это и однозначно повлияло на результат возможно возможно что результат был бы получше но примерно видим до разницу между топовыми маслами можно сказать она 50 процентов там 600 здесь 900 с копеечками моточасов ну и теперь можете спокойно оценить по стоимости насколько это целесообразно то есть если g energy стоит там условных там 3000 рублей то 4500 должен модуль стоить чтобы они одинаково по соотношению цена-качество отработали если мобил стоит 7 грубо говоря то имеет смысл заливать g energy тем более здесь однозначно тоже есть стр и хоть их и поменьше но защиту я думаю что они достаточно хорошие осуществляют ну и у g energy конечно вот некоторая проблемка есть с попаданием вот данном конкретном образце попадание топлива в масло сами видели и сразу противоизносные присадки которые находятся в топливе но как правило это баскира киропур значит показали но повышенное значение вот вот такой получился тест благодарю юрия за предоставленные образцы всех кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья бегите себя и близких всем мира увидимся следующих видео пока